Это мой первый гайд по этой игре, не судите строго. Что ж, всем привет, братья-украинцы. Сегодня я покажу вам наглядно, как проходить босс Раш и его усложненную версию босс Раш 2 Пьюрити. Я уверен, что многие ютуберы наговорили вам уже всякого, но давайте их не слушать, они все несут полный бред. Так как с моим персонажем сэрвалит у вас откинется минут за 0,5, а то и быстрее, если у вас норма оружия. А все остальные боссы тем более. Да, вы угадали, это некромант с первой ультой. И давайте не вякать о том, что Даос с третьей ультой намного сильнее, потому что это не так. Так что садитесь поудобнее, сейчас буду учить вас в жизни. Работает она очень просто. Метка некроманта, которую он оставляет на боссе, когда вы используете свою силу, отнимает у него целых 1,5 единиц защиты. То есть вы тупо атакуете в 1,5 раз больше, Карл. Благодаря сверхбыстрой перезарядке, эта метка практически не будет спадать с босса. И это все. Да как бы не так. Дело в том, что когда враг отмечен и вы его атакуете, призываются миньоны. И их призывается довольно много. Ну посмотрите на это. Я просто ничего не делаю, они сами все делают за меня. Я вам отвечаю. Когда научился пользоваться некромантом с его первой ультой, я больше никогда не проиграл в босс Рашта Пьюрити в убойном режиме. Если вы заинтригованы, то давайте я вам расскажу про оружие, которое лучше всего использовать, и немного о тактике. Автоматы, рельсотроны и иногда дробовики, это идеальный выбор. Запомните. Тут важна не только скорострельность, но и точность оружия, чтобы как можно больше патронов попадало по врагу. То есть оружие по типу новой пушки Императора тут будут довольно слабенькими. А вот всякие пулеметы или автомат калашников, которые вы бы в обычных условиях никогда не использовали, тут просто творят чудеса. Ну короче, вы поняли. Скорострельность стоит выше, чем урон. И да, еще одна заметочка. Если у вас есть возможность подойти вплотную к боссу и атаковать его таким образом, то используйте ее. Но запомните, лучше все-таки не рисковать, потому что босс может атаковать вас внезапно, и чем ближе вы к нему стоите, тем больше шансов отхватить люлей. Дело в том, что атаки ближнего боя будут намного лучше, чем атаки абсолютно любым оружием в данном случае. Ну кроме одного удара или супер друга, которых вы тут никогда не найдете. Короче говоря, сэр Сангрия спокойно атакуется вручную. Сэр Вайлета ни в коем случае нельзя трогать таким образом. Колос Зулан дохнет как муравей, если к нему подойти вплотную вовремя. А вот уже с боссами по типу Малышей Драконов или Летающей Тарелки Марсиан такое не прокатывает. Ну и по тактике это все. Будьте настоящим спидранером Дримсексуалом. Выкиньте это из головы, пожалуйста. Ну а если у вас нет взломанной версии Сол Найта, потому что кое у кого айфон, то тут уже выбор персонажей просто огромен. Это либо маг с первой ультой, либо священник со второй, либо ассасин со второй, либо рыцарь с первой. Но все они непременно уступают донатным персонажам. Ну или используйте пробный купон. Ну а на этом мой гад подход к концу. Спасибо за внимание. Пишите в комментариях какие-то еще советы. Оспарьте мое мнение, если вы всем не согласны. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok